Церковь Церковь – это дом Божий на земле. Место общей молитвы. Поэтому пространство внутри и снаружи всегда стараются привести в порядок, украсить. Благоустройство территории Самарского храма Спиридона Тремифунского началось вместе с его строительством и продолжается до сих пор. Тогда это заброшенное место. Территория представляла собой бурьян и, к сожалению, не санкционирована городскую свалку. Здание было здесь разрушено и грязели чепленцы. И все это предстояло привести в какой-то порядок, а потом уже начать строительство храма. На территории был бурелом, кустарник. Росли сломанные деревья, аварийно опасные. И она фактически не просматривалась, как мы это видим сейчас. Наша задача начиналась с того, что мы оставляли хорошие деревья, дубы все сохранены, всеценные породы деревьев. Аварийно опасные деревья, кустарники сухостой, выпиливали, вывозили. И это проходило на протяжении нескольких лет. Частично своими силами, частично силами доброхотов и меценатов. Мусор с территории вывозили не день и не два, а несколько сезонов. Отец Иоанн – очень гостеприимный человек. Все, что делалось на территории в течение 11 лет, доступно не только для тех, кто приходит в Дом Божий, но и для всех жителей города. Был создан проект городского парка. Мы производили планировку вертикальную, привозили глину, привозили чернозем, что-то срезали, что-то насыпали. Где-то устраивали подпорные стенки, так как ландшафт вокруг храма неровный, и, соответственно, он требует всех этих видов работ. Делали асфальтовые дорожки, покрытие из брусчатки. Обрамляли сохраненные деревья, делали вокруг них лавочки. Завозили чернозем, сеяли газоны. Также на территории трудами меценатов около 6-7 лет назад было устроено две детские площадки. У нас возникло вынужденное творчество, которое мы именуем благоустройством территории. Кто это все делает? Прихожане. Прилагают массу усилий для того, чтобы территория была ухоженной, она была красивой, она была в порядке. Прилагают массу усилий для того, чтобы территория была ухоженной, она была в порядке. Мы выбрасывали все, что негодное, и колеса, и покрышки, и какие-то еще другие вещи. И сливалась туда отработанная медицинская грязь. Бог дал, у нас есть озеро, мы его полностью реконструировали. Ну, если так можно сказать, про озеро, отремонтировали его. Потому что очищали берега, очищали дно. Вода полностью вся выкачивалась. И, слава богу, там три родника, которые заново наполнили эту нишу водой. Мы сделали берегоукрепление профессиональное с помощью габионных решок. Полностью дно отсыпали песком. До этого оно было илистое, вода чистая, рыбу запустили. В 2016 году на Троицу пруд был освящен и получил название «Спиридоновский». Восстановили ограждение, чтобы ребенок или взрослый не нырнули случайным образом в озеро. Поставили вокруг озера скамеечки для отдыха. И народ с удовольствием, люди, которые отдыхают в ближайших санаториях, или люди, которые живут в ближайших микрорайонах, они приходят, гуляют, отдыхают и дышат свежим воздухом. Воздух у нас на территории, так как ближайшая улица Советской Армии от нас находится достаточно далеко, метров 150-200, продувается с Волги чистым воздухом, ветер. И у нас, в общем-то, не пахнет ни машинами, ни гарью. Рядом разбили фруктовый сад. Посадили яблони, вишни. В планах построить над прудом водосвятную часовню, чтобы люди могли набрать воды и искупаться. При храме всегда много физической работы, и помощь руками очень важна. Сплотить общину, а тем более мужскую ее часть, для того, чтобы совместные труды были прихожанам в радость, это тоже труд. За этим и мудрость, и личная активная позиция настоятеля. Разные совершенно люди приходят в храм, и слава богу, что в нашем храме можем сказать, что мужчин есть какое-то количество, там ни один, ни два, там смотрим, редкое исключение. Но я бы, наверное, сказал бы, наверное, мы, слава богу, так вот к 40% от общего количества людей в воскресный день приближаемся. То есть в храм приходят мужчины, приходят главы семьи, приходят те, кто привели детей в воскресную школу, те, кто отучились в школе звонарей, и те, кто пришли, потому что мы когда-то их попросили помочь, покрасить, построить, что-то положить где-то, отпилить, заняться сварочными работами, различные. И люди увидели, что храм – это ведь не только, простите, бабушки в платочках, это, оказывается, живая литургическая история, когда человек со Христом и священник – это не просто какой-то дремучий ретроград, от которого ничего не понятно, ничего не услышишь, ничего не добиваешься. Это человек, который говорит, слушай, мы это делаем для себя, мы делаем для детей, мы делаем для будущего, мы здесь в Самаре живем, это вообще наше, давай будем заниматься. Отец, он большой молодец, он сам показывает большим примером, собирает вокруг себя мужчин и женщин. Вот мы, я в том числе, отношусь к тому братству, которое приходит регулярно, проводим общение, общаемся с батюшкой. Вообще, Отец Иоанн нас всех приучает помогать, помогать и храму, помогать друг другу, вообще объединяться. Община в целом, да, то есть это как раз церковь, церковь – это не стены, камни, это община, вот, и это основное то, что является фундаментом. Церковь – это, в первую очередь, люди, это христиане. Можно видеть, как изменилось пространство вокруг храма, то есть за это время облагорожено, то есть многие парки могут позаидовать, я думаю, здесь в городе, там в области, то есть тому, как ухожено, все это пространство меняется, и изменить только можем мы его с вами. Благоустройство требует сил и физических, и духовных. Дерево посадить иногда легко, а вот ухаживание за ним сложно. И мы часто сталкиваемся, к сожалению, еще с такими моментами, которые можно назвать вандализмом. Посадили, сломали, посадили, вытоптали, посадили, выкопали, и с этим мы сталкиваемся. И поэтому работа красивая, замечательная, но когда мы увидим окончательно плоды своих трудов, не зная, трудимся над этим. Уход за газонами, клумбами в большей степени лежит на хрупких плечах прихожанок, так же, как и создание флористических композиций для праздничных богослужений и таинств. Часто люди задаются вопросом, для чего храмы украшаются цветами. Ответ можно найти в Священном Писании, где приводится множество аллегорий, связывающих жизнь человека и растений. Сравнивается с растением, сравнивается с цветком, сравнивается с виноградной лозой. Это видно по орнаментам, даже на облачениях священников, в искусстве иконописи. Человек очень похож на цветок, так же, как цветок с утра распускается и оживает. То есть у меня есть период детства, период юности, период зрелости и период увядания. Так же и человек. То есть это некое напоминание нам о том, что человек, ты здесь, в земной жизни, подобен цветку, который напитывается сил, распускается, цветет, но в конечном итоге увядает и отправляется в путь другой. Храмовую флористику, как и иконопись, можно назвать богословием в красках. Здесь есть свои каноны, своя символика. Если это пасхальный, то основной цвет это красный и белый и так далее. Если мы говорим о троице, то это, конечно, такие более зеленые, природные оттенки, березы и прочее. Поэтому у каждого праздника существует своя особенность, своя специфика. И прежде чем приступать, конечно, к данному делу, обязательно с молитвой продумывается эскиз, продумывается техника построения цветка, как это будет примерно выглядеть. Но, конечно, в церковной флористике до конца продумать невозможно, потому что на всю волю Божию, как Господь на руку положит, так и происходит. Елена является храмовым флористом и возглавляет группу прихожанок под названием «Украсители». Она обучает сестер искусству составления цветочных композиций. Сестры, которые помогают мне и нашему храму, трудятся во славу Божию, с радостью, с большой любовью к нашему храму, к этому делу и днем, и ночью порой тоже. Стараемся по мере возможности оставить такой небольшой, наверное, след, хоть какая-то помощь для храма. И мы собираемся и просто создаем красоту. Украшаем цветами аналой, арки, на крещение тоже помогаем. У нас очень много большая дружина флористов, благоукрасителей. Вносит каждый свой вклад, даже если мы не делаем именно какую-то композицию, но очень много есть другой работы, которая помогает главному специалисту в этом деле. Без них тоже никуда. Поэтому лишними руки никогда не бывает. 21 сентября Православная Церковь отмечает Рождество Пресвятой Девы Царицы Небесной. Как и для всех богородичных праздников, для этого торжества выбираются цветы бело-голубых оттенков и смежных с ними пастельных тонов. Сейчас на вот такой подставочке, обтянутой тканью, мы сделаем заготовки на основе флористической пены, которая была предварительно замочена и скручена вот такими. Первым напрямом мы зачищаем цветы, подготавливаем, то есть освобождаем растение от излишней зелени. Срезаем под углом 45 градусов цветов и стыкаем непосредственно в флористическую луку. Так цветок будет пить, ему достаточно будет влаги для того, чтобы сохранить и цвет, и форму. Сюда мы распределяем данный цветок и всему берегу привозить ее. Нижнолимонная гвоздика, которую мы размещаем где-то рядом, поскольку она нейтрального оттенка, мы распределяем ту яркую розовую гаву, которую она сейчас прославила, более пастырными и нежными оттенками. Далее можем оправнить, сделать некий контур и зелень в промежутке. Я смотрю на то, что там сентябрь месяц, а лето хочется всегда. Она добавляет такие вот нюансы, летние нотки, летнее настроение, радость. Здесь присутствует и симметрия, и асимметрия. Со всех сторон смотрим. Не забываем про две стороны. Субтитры создавал DimaTorzok Цветочное убранство помогает лучше прочувствовать торжество, его значимость. Православие без радости просто невозможно существовать. И человек, входящий в храм, и видя, понимает, что он идет на праздник, он красиво одет. Но когда он видит еще и украшенный иконостас, украшенную икону праздничную, и все вокруг, то его радостное настроение, он понимает, что действительно праздник. Испытываешь истинное наслаждение и радость, когда приходишь в храм после трудов. И чаще всего это ночные труды. И видишь, как украшен храм, как все красиво, как люди радуются, все прихожане. Стоит того, чтобы порадовать всех. Может быть, кто-то и не придет в храм, но другой человек, который был в храме, придет и расскажет. И, возможно, это поможет ему, хотя бы это поможет, зайти и посмотреть. А зайдя и посмотрев, может быть, и останется. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok